МАВР. Это не то, что вы подумали. МАВР – это мастерская аварийно-восстановительных работ. И это название профориентационного конкурса, который в четвертый раз провела компания Мособлгаз для студентов первого курса профильных колледжей Московской области. Три предыдущих выиграл Щелковский. На его базе и проводились состязания. Ошибочно думать, что Мособлгаз – это только трубы и конфорки. Это большая творческая и исследовательская работа. В нее втянулись организаторы, а потом втянули участников. Впервые будущим газовикам и инженерам придумали испытание – создать роботы. Собственный прототип МАВРа. Аварийная восстановительная машина МАВР. И ребята креативили на эту тему и составляли свой прототип, свое изделие с различными датчиками, как они это видят – автомобиль, который будет служить на пользу газовиков. Задание сложное, особенно с учетом того, что робототехнику и программирование будущим газовикам в колледжах не преподают. В итоге некоторые участники сошли с дистанции еще до финала, не осилили. В числе финалистов – команды Одинцовского техникума, Ступинского колледжа имени Туманова и Щелковского колледжа. Для начала ребята презентовали жюри свои проекты. Ступинцы построили прототип на базе импровизированного КАМАЗа. Одинцовские студенты вдохновились моделью катера-амфибии на воздушной подушке. У Щелкова – МАВР-М – машина будущего, нашпигованная всевозможными датчиками. В этой машине мы объединили все наши цели и идеи для того, чтобы максимально простить работу газовых слушателей. Наш МАВР-М оборудован ультразвуковым динаметром, который на автоматической основе устанавливает конкретное расстояние до цели. Контроллер с Wi-Fi VEMOS для связи с интернетом и получения необходимой информации. Также для более детального и оперативного обнаружения аварии МАВР оснащен датчиком обнаружения огня или пламени и датчиком газа. Все модели собраны вручную, детали напечатаны на 3D-принтере и вырезаны на специальных станках. Каждая команда поработала над дизайном. На все про все у участников был месяц. Самое интересное началось, когда прототипы вышли на импровизированный гоночный полигон. С помощью датчиков запрограммированная машинка должна уметь автоматически двигаться по нужному маршруту и делать остановки, например, если нужно устранить утечку газа. Учитывалась и скорость передвижения. И здесь выполнить задание удалось только роботу КАМАЗу из Ступина. Щелковская МАВР-М и Одинцовская Амфибия закапризничали и с маршрутом не справились. Как признались потом наши ребята, это был форс-мажор, непредвиденные неполадки. Но за блестящую теоретическую часть и традиционно технологичный подход жюри присудило Щелковскому колледжу второе место. А это не только диплом и корпоративные подарки от Мособлгаза каждому, но и денежный приз. Весьма достойно ребята выступили. Да, нам есть куда расти, нам есть куда стремиться, тем не менее результат есть. Да, конечно, возможно, хотелось бы нечто большего, но как вышло, так вышло. Силы, которые были вложены, вот результат. Возможно, их оказалось недостаточно. Это первый опыт, да, мы как бы до этого, ребята первокурсники, они до этого не участвовали в подобных состязаниях. Жюри отметило, что сегодня огромным спросом пользуются инженеры-проектировщики. А это именно то, чему студенты научились за время конкурса. 3D-моделирование, промышленный дизайн, плюс их основная специальность – монтаж и эксплуатация газового оборудования. Любая из составляющих, которые сегодня были в конкурсе, они пригождаются. Ну и в целом, командная работа, проектное мышление, дизайн мышления, умение принимать вызовы, они нужны на любой работе, на любой должности, пусть это будет даже слесарь-обходчик. Конкурсом «Мавр» компания «Мособлгаз» бросила вызов творческим и техническим способностям студентов. Лучших после окончания колледжа она обязательно возьмет к себе на работу. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.